Сапсёрфинг Сейчас мы их через неделю направим на марафон по сапсёрфингу, готовимся в заплыв по Москварьке. Есть среди долголетов и те, кто уже освоил этот вид спорта и смело чувствует себя на сапе. Владимир Сухих занимается сапсёрфингом третий год. Чувствует себя на доске уверенно и каждый раз ему удается выйти сухим из воды. Три года назад дочка на даче, так тоже недалеко водоем, купила два сапа. Ну вот попробовал и стоя даже один раз прокатился. Нравится. С детских лет лодки, постоянной воды, на байдарках катался, даже на паруснике, там с парусами немножко было один раз. Некоторые решились на занятия сапсёрфингом впервые. Людмила Колосовская в спорте более 20 лет и в этот раз она решила покорить водную стихию. Эмоций очень много, я спорт люблю, занимаюсь фитнес, бассейн и всё, но уже немножко приелась. Очень супер ощущение, первый раз. Я мечтала зимой, посмотрела и загорелась. Буквально зимой я ещё только задумалась, что как бы мне тоже. И чисто случайно как-то так получилось, что сегодня я здесь оказалась, даже для меня неожиданностью. Занятия по сапсёрфингу помогают не только развить мышцы и мускулатуру, но также увлекательно провести время. Теперь участники клуба «Активное долголетие» готовятся к соревнованиям на сапбордах, которые состоятся совсем скоро.